Долги по зарплатам и полное отсутствие денег на ремонт. В таких условиях работают сотрудники предприятия Кировоград Тепло. Оно отапливает треть домов в Крапивницком. И хотя жители платят за услуги исправно, купить газ компания не может. Где деньги, выясняли наши корреспонденты. Кировоград Тепло отдали в аренду более 10 лет назад. Сначала дела шли неплохо, но последние три года компания испытывает финансовые сложности. В результате задолженность по зарплате. Ее выдают с задержкой три месяца. Проблемы начались с того, что компания задолжала нафтогазу за поставленное тепло 149 миллионов гривен. Из-за этого суд арестовал ее счета. Предприятие могло бы их вернуть, если бы с ним рассчиталось государство и погасило разницу в тарифах. Но механизм этот до сих пор так и не разработан. Государство тоже нам задолжало со своей стороны по разнице в тарифах. Для того, чтобы выйти с этого положения, на государственном уровне был принят закон Украины номер 1730 про стабилизацию финансового положения самих теплооснаживающих организаций, где предусматривалось в первую очередь проведение расчетов по разнице в тарифах как для населения и бюджетных установок. На сегодняшний день такая задолженность уже существует. 120 миллионов нам должны. Из-за ареста счетов предприятие не может закупить новую технику и расходные материалы. Изношенные трубы постоянно лопаются. Но ремонтировать их не за что. В мэрии о проблеме знают. Уверяют, пытаются помочь. И сегодня процесс переговорный тревает. Это относится отримания номинаций и лимитов. Практически 90% костяки, которые подходят на разрешенные рахунки, уходят на погашение борьев минулых периодов и поточных борьев в том числе. За комментарием мы обратились и в «Нафтогаз». Ответ получили письменные договоры. На поставку газа заключены. Но из-за того, что Кировоград тепло не рассчитывается за топливо, «Нафтогаз» не имеет законной возможности предоставлять его поставщику тепла. Елена Зурина, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий.